Дорогие друзья, я в Германии был, не соврать, я жил в Берлине, значит, три месяца, а потом был второй раз в Мюнхене на заводе на одном, профессиональной технике. И вы знаете, я пока жил в Берлине, пока вот был в Мюнхене, конечно же, безусловно, визитной карточкой Германии является рулька. Свиная рулька, вот такая вот симпатичная, мощная. Все варят ее в пиве, но это традиционное блюдо для Германии, поэтому так как там много пива, все его заливают и варят, варят, варят в пиве. И у нас так же делают и в чешских ресторанах. Я же считаю, что пиво дает много горечи, но потом и бульон использовать ты не используешь, потому что он будет горький, пиво выпаривается. Конечно, горчинка это некая такая фишечка, она не сильно ярко отражается на ноге, но я все-таки вот ориентируюсь на то, что если и бульон будет мега вкусный и более мягкий, тогда и, соответственно, нога будет тоже вкуснее. Так вот, смотрите, что я буду делать. У меня есть овощи, у меня есть фрукты, у меня есть секретные ингредиенты, у меня есть горелочка, я варю рульку по своему личному вкусу. Кому зайдет, обязательно используйте. В таком, в русском стиле, буду делать в русском стиле. Ну, горелочка мне для того, чтобы дать какой-то такой первоначальный вкус, немножко обжарить, как бы понтануться, мол, типа, если обжаривать, там вкус какой-то будет особый. Ну, в общем, занимаюсь ерундой, как всегда. Вкус, конечно же, будет. Краешки подпалите чуть-чуть, да и вообще будет вам счастье, удовольствие и радость. Потом здесь бывают, знаете, волосинки, бывает вот такая вот шелуха. Нагреваешь ее, она отваливается. Если вдруг что-то там не допалили или еще как-то, то вы можете это сделать. Если вдруг у вас много пней, ну, плохо волосы торчат, хорошенечко опалили, кипяточком обдали, еще раз ножичком все соскребли. Это полезно бывает иногда делать. Когда моете рульку, обязательно вот на месте сруба смотрите, чтобы не было никакой крошки. Если она чувствуется пальцем, можно ее какой-нибудь металлической щеткой попытаться выковырить. Ну, или просто то, что вот отходит руками, убирайте обязательно, чтобы мелкие косточки не попадались в процессе потом поедания. Рулька уходит у нас в кастрюльку. Звучит как романтично. Не романтично, а поэтично. К рульке у нас туда уходит, вы покупаете зелень. Никогда не выбрасывайте вот эту всю ботву, стебли. Если у вас остается грубые они или не грубые, да любые. Просто чуть поджали ее, сюда отправили. Аромат. Если у вас остается кинза, многие люди зачем-то, когда готовят, вот так берут пучок. В руку зажимают, отрывают листья. Это в мусор. Это самое вкусное. От кинзы. Какие корешки есть? Петрушка. Петрушки у меня нету. Будет петрушка, бросайте сюда любые корешки. Вот так сделаем. Сюда куски моркови. Сюда куски лука. Лука не жалейте. Огня не жалейте. Морковку, лук обжигаем, чтобы вкус был. Что-то там жарится. Эта вода, наверное, здесь под... Эх, алюминиевая посуда хороша. Это все отправляем к рульке. Морковки должно быть чуть больше, поэтому половинку я возвращаю сюда, а эту половинку надо бы еще обжечь и отправить к рульке. Вот так. Много морковки дает сладость. Вот, когда мы варим насыщенные супы, но мы сейчас не суп варим, а пытаемся насытить рульку. Если мы варим супы, нужно меньше овощей, тогда бульон, вернее, бульон для супа, значит, нужно меньше овощей для того, чтобы бульон для супа был менее овощным. Очень часто мои коллеги повара добавляют, блин, такое количество, казалось бы, там, типа 50 литров. Вот такая большая кастрюля, ну что там 5 морковок? 5 морковок это пипец как много для 50 литров. Одна маленький кусочек морковки, так, для аромата. Лук так же, а то нафигачат лук и морковки, потом говорят, какой-то вкус говядину сейчас стали плохо так вообще выращивать, вкуса нету. Да есть вкус, просто вы кладете очень много овощей. Варите овощ, он поэтому называется говяжий, а будете варить овощной, варите овощной. В моем же случае мне нужна сладость для мяса. Я сюда не добавляю дополнительного сахара, у меня сладость там будет от правильного ингредиента. Но и морковка тоже там должна развариться. Причем я потом еще и планирую из этого бульона сделать соус. Морковку сюда. Для... Ах, горячая! Для того, чтобы не было яркого вкуса свинины, запаха, аромата вот этого, знаете, что делают азиаты? Стараются сделать так, чтобы не было аромата свинины. Для этого служит цедра. Цедра апельсина работает с ароматом свинины. Звучит почти как стих. Я это бросаю вот сюда. Главное, белую не сдирайте, иначе горечь будет. Да, достаточно, уже вижу, что достаточно. Много не кладите. И очень важный элемент, который я буду добавлять в свинину, который сделает ее пикантнее, интереснее, вкуснее. Нет, это не чеснок. Чеснок я тоже... Опачки, гнилой чеснок. А вот этот нормальный чеснок. Чеснок обязательно надо, зубчик, два зубчика. Ну, в общем, пару зубчиков вы понимаете, что без чеснока никуда. Попки вот эти вот некрасивые отрезаем, все остальное бросаем. Все это превратится потом в соус. Лавровый лист свинина любит больше всего на свете. Кладите крупные листья, для того, чтобы потом можно было с легкостью их оттуда вынуть. Теперь важный элемент, вот про который я вам начал говорить и перешел на чеснок. Чай. Вот смотрите. Чай нужно добавлять вот сюда, для того, чтобы свинина получила яркий, красивый аромат. Чая должно быть немного, иначе он даст горечь. Поэтому столовую ложку... Скажи-ка мне, горук мой, а яркий, красивый аромат, это какой? Яркий, красивый аромат? Насыщенный, плотный такой цвет, такой у него должен быть насыщенный. И аромат насыщенный, красивый. Так закрываешь глаза, и красоту видишь в глазах, что аромат тебе дарит как бы картинку. Вот такой, вот такой должен быть аромат. Так, друзья, смотрите, как я уже сказал, так как я это делаю по-своему без пива, потому что с пивом я делал не раз, мне не очень нравится. Я использую квас. Только должен был, он должен быть не очень сладкий. Очень хорошо, кстати, получается из-за крошечного кваса. Но в идеале, если вы его сделаете сами, это вообще идеальный будет вариант. Вот смотрите, квас, солод, который используется при производстве кваса. Ой, квасное сусло, да, я чуть было не ошибся. Это монастырский квас, чтобы вы понимали, чтобы не было дополнительных вопросов. Он делается на без дрожжей, на ржаной закваске, с использованием черного бородинского хлеба. Я этикетку отодрал, чтобы не было никакой лишней рекламы. Но я когда выбирал, его прям посмотрел, чтобы не было никаких колер, сахарный краситель или еще что-нибудь такого. Он должен быть максимально естественный. Потому что чай за него доделает цветовую, так сказать, схему. Он его докрасит. Не нужно, вы можете даже белый квас купить, окрошечный сюда влить. Нам нужен вкус хлеба. Оп, соли, 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 соли. Сюда сыпем небольшое количество. Потом попробуйте, если будет мало. Но учтите, если мы будем делать из этого соуса, то, конечно, солью нужно быть аккуратным. Иначе при выпаривании она будет концентрироваться. Все, ставлю на плиту. Начинаю нагревать. Вы даже себе представить не можете аромат кваса. Хлебный. Потом цедра апельсина, лаврушка. Сейчас все это еще слегка подварится. Даст вот у вас в подъезде будут. Кто это варит рульку? Что это так вкусно пахнет? Пахнет. Потом все это объединиться с ароматом свинины. Будет бомба. Рулька должна провариться час сорок. А потом остыть в этом бульоне. Рулька готова. За исключением того, что нам нужно ее перенести куда-нибудь в другое место. Пока что. В итоге, когда прошел час сорок, я понял, что у меня слишком маленькое пламя было. И рулька совсем твердая. Я еще часик ее оставил. Пламя чуть побольше сделал. Закрыл крышкой. И она у меня прям реально варилась. То есть вот примерно около трех часов. И рулька похожа. Вот она видите. Кожа вся на ней двигается. Это значит, что она 99% готова. За это время все ингредиенты, которые были здесь с чай и квас, в частности, приукрасили рульку и превратили ее в такой очень красивый темный цвет. Вот. Если вдруг вы думаете, что это тут что-то не так, вот смотрите. С этой стороны она тоже. Видите, она вся готова. Все. Пока что даем ей полежать, потому что потом она с духовочки еще побудет какое-то время. Пока в духовочке есть несколько минут, часов, десятков стоит процедить бульон. Я тут размышлял, размышлял, надо ли пробивать овощи, не надо. Но, в общем, я подумал, решил этого не делать. Просто выдавливаем. Я ставлю выпариваться бульон. Раза в три его упарю. Посмотрю, может, потом добавлю немножко меда, горчицы. Вот так. Ну, а мусор весь, так сказать, все это отправляю куда подальше. Самое главное, что я ставлю увариваться бульон. Здесь ровно 2 литра бульона. Там есть риска. 2 литра бульона. Ну, вот мне нужно... Ну, мне где-то пол-литра надо всего лишь. Пока у меня рулька стоит. Видите, влага из нее испаряется. Не нужно дать этому случиться. Быстро ее на противень и под соус. Рулечку сюда. Можно ее повертеть. Может быть, даже имеет смысл вот этой стороной ее. Так сказать, показать обществу. Не, все-таки хочу, чтобы вот эта сторона была, где больше кожи. Мед. Пару ложечек немножко яблочного уксуса. Мне нужно, чтобы кисло-сладкий был. Не забудьте, что кусочек апельсинового сока не помешает. Кусочек апельсинового сока. Надо же было так выляпнуть. Апельсин классный. Все это смешиваем. Можно было бы добавить сюда горчицу и смазать горчицу. Но тогда мы потеряем вот этот внешний вид красивый. Давайте еще сюда добавим немножко масла. Масло не помешает. Даже если оно будет плавиться, то выльется. Ну, стечет на поддон. И ничего страшного не будет. Потому что маслу некуда впитываться тут. Но в это же время, смотрите, что произошло. Мед. Уксус. Апельсиновый сок. Дает возможность эмульгировать масло. Оно такое получается. Такой соус, смотрите, густой. Оп. Эмульсия получается. Чаще всего в ресторанах, знаете, как делают? Вот есть техкарта на, ну, на соус, например. Вот на этот. Какое-то количество меда, какое-то количество апельсинового сока, уксуса и масла. Для того, чтобы, ну, вот вы взбили эмульсию, да, потом она все-таки отсечется. Ну, как бы там ни было. За такой закон. Переливают ее в пластиковый, называют это диспенсер, да, наверное. И стоит до заказа. Отсекается, там масло отсеклось, это отсеклось. Потом дырочку на соске закрываешь. Вот так несколько раз делаешь, она в эмульсию превращается. В общем, пока духовка разогревается, соус упаривается. Нужно смазать свинину, то бишь рульку, медом. Кстати, можно посмотреть. Соли четочку можно добавить. Все, вы сильно не увлекайтесь. Немножко вот так надо смазать, и все. Пока что. В процессе зажаривания еще нужно будет проделать такую манипуляцию один-два раза. Поэтому соуса должно хватать. Да, медом пахнет. В таком русском стиле все это у нас получилось. Можно сюда было подать квашеную капусту. Я уже ребра делал с квашеной капустой. Можно краснокочанную потушить вместе с корицей и анисом. Можно что угодно делать. Главное, чтобы эта рулька, она была мягкая и нежная. Ну и, конечно же, отправляем ее в духовочку. Опа! Пока рулька доготавливается, давайте соус доведем до ума. Его осталось тут довольно мало. Где-то около полулитра. Он еще недостаточно густой. Но, в общем, я и не планировал, что он будет густой. Для того, чтобы сделать густым, сюда можно ввести крахмал. Да, и это можно загустить немножко бешамелем или мукой. Развести и потом прокипятить. Я же сюда планировал ввести небольшое количество дижонской горчицы. Для того, чтобы сделать его там по консистенции немножко. Знаете, таким. Горчицы нужно аккуратно. Горчица дает остроту. Но в ней много уксуса. Поэтому нужно быть очень осторожным. Так, давайте попробуем. Пока. Пока не сильно размешал. Сейчас квас весь упарился. Сахар, который был в квасе, он сконцентрировался. Вкус солода вышел наверх. Соус получился зачетный. Плюс жир, который выделила свинина. Ну, свиная рулька, в смысле, при отваривании. Значит, можно было бы сделать, как я говорил в самом начале, оставить морковку. Нужно было каждую промыть. От чая, от всего прочего. Лук аккуратненько, чтобы там нигде ничего. Потом это все пробить, процедить. Ну, в общем, мороки много. Давайте остановимся вот на, скажем, на отваре. Отвар получился божественный. О, по рецепторам бьет. Классно. Я бы еще добавил горчицу. При помешивании небольшое количество жидкости начинает остывать. Соус делается не кипятком, он уже здесь градусов 80, а то и 75. Все, главное хорошенечко растворить горчицу. А теперь нужно сюда взять и ввести масло. Сливочное масло, с помощью которого у нас и будет происходить загустение. Во всяком случае, небольшие порции при постоянном помешивании венчиком соус довольно сладкий и эмульгация происходит. Масло взбивается в соус. И сливочное масло очень круто выравнивает вкус. Если соус немного островат или кисловат, то масло все нивелирует. Это очень классная штука. А так как эти соусы не подаются в горячем виде, а подаются в теплом, то при остывании масло внутри жидкости начнет застывать и делать его чуть-чуть гуще. Главное его хорошенечко, поэтапно вбить в соус. Практически большинство французских соусов все загущаются сливочным маслом. А так как уже сейчас все перемешалось и многие московские рестораны пишут, что они русские, используют вот такие вот плотные французские соусы или смешанные. Технология французская, вкус немецкий, вернее в нашем случае вкус русский. Вообще и с квасом мы это все сделали. Все, масло зашло. Вот его здесь даже и вот не видать, что оно. Посмотрите, какое слегка жидкий, нежный соус. Ммм, великолепно. Вот оно чудо природы. Вот оно чудо природы. Вот оно. Кожа стала глянцевой. Очень красиво. Очень. Мне нужно пергамент для того, чтобы уложить это все. Нельзя на доски складывать, нельзя на доски складывать, не защитив их пергаментом. Иначе доски пропитываются, это не гигиенично. Поэтому даже если я дома подаю на досках, то я всегда застилаю пергаментом. Так, что это тут прилипло? Не понял. Шкурка настолько нежная. Тает. Аккуратно. Вот так вот. Ну что, дербаним. Чтобы вы понимали, какая она мягкая, я взял обычный нож без всяких там... Ну, что мы делаем? О! Смотрите, как она вся отходит от нее мясо. Посмотрите. Вот она. Видите? Я сейчас ее доверну на пергамент. Это нежнятина вообще такая прямо... У меня аж слюни брызжут. Все, тут можно вот так брать. Ножом кость убирать. Все это выкидывать, а это есть. Куда бы мне ее зафиндюлить? Видите? Это настоящая рулька. Настоящая. Ну что ж, вот оно мясо. Смотрите, все разваливается. Соус. Макаем. Давненько я не едал такой знатной рульки. М-м-м. Давненько. Кожица, смотрите, какая она. Это, не знаю, как называть это. Африканский загар. Таиландский загар. Пуэрториканский. У меня еще не очень жирная рулька, поэтому... Я подумал о том, что, наверное, скорее всего, соли не хватает. Но вы знаете, она действительно практически не соленая, но я не хотел бы добавить соль. Здесь вкус настолько полноценный. В принципе, и соус тоже такой солоноватый. Но в меру. Он не пересолен и прям вообще. Это идеал. Это реально идеальная рулька. И мне не хочется, чтобы здесь была хрустящая корочка, хотя она может быть. Но поставьте ее под саламандру или под вертикальный нагревательный элемент поближе. Засуньте. Будет по краям обуглиться. Но это настолько нежно и рассыпчато, что пора прекращать наше общение, потому что я хочу это доесть. Приятного аппетита, дорогие друзья. Пока. Все, я пошел.